привет мой хороший сегодня предлагаю написать вместе со мной маслом осенний лес подробный список материалов найдете под этим видео первым делом мы возьмем большую плоскую синтетическую кисточку и смешаем белье с небесно-голубой и закроем верхнюю часть холста это будет небо если у вас нет небесно-голубой вы можете взять любой оттенок синего далее протрем кисть и наберем открытый белый цвет для того чтобы добавить легкий намек на облака стиль на небо не прорисовываем делаем все легким намеком потому что него у нас был закрыт деревьями и точный объем облаков мы в итоге не увидим далее смешаем зеленый с коричневой закроем небольшую полосочку под небом это основа леса работаем все той же большой плоской кисточкой ей же набиваем объем дальних елок дальних деревьев опять же не старайтесь прорисовать супер красивые ели потому что они тоже будут скрыты деревьями они нам нужны только для среды для объема леса добавили объем елок по всему лесу и далее берем обычную бумажную салфеточку вытираем места где у нас будут находиться в будущем листья деревьев чтобы масло хорошо легло поэтому мы салфеточкой и убираем лишний слой чтобы у нас ничего не размазалась и достаточно яркими получились тычки с листвой далее берем тонкую кисточку черный с коричневой и отмечаем стволы и ветки деревьев которые находятся ближе к нам отмечаем стволы и ветки в шахматном порядке все веточки стремятся вверх к основанию 9 дерево становится шире и объем веток добавляем побольше так проработаем всю линию леса отметим такие стволы и веточки объем деревьев проработаем а 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 Теперь берем большую строительную кисточку, набираем красный с желтой и отмечаем тычками листву деревьев. Удобнее будет это делать именно строительной кисточкой. Если у вас нет возможности найти строительную кисточку, возьмите любую кисточку щетины, распушите ее и точно таким же образом тычками отметьте объем листвы на деревьях. Цвет добавляем больше желтой, почти открытым желтым цветом продолжаем ставить тычки на деревья. Теперь берем тонкую кисть, черный с белым, серым цветом отмечаем домик. Делаем горизонтальные мазочки, показывая, что домик у нас старый, состоит из бревен, что сквозь бревна видны большие щели. Примерно отметили мазком крышу и вот силуэт домика заброшенного отметили. Набрали открытый черный цвет, впереди выделили дверь и стыки между бревнами, тень под крышей. Усилили. Немножко силуэт домика сделали поточнее. Вокруг домика тоже немножко черным цветом растушуем и затемним. Открытым белым цветом проставим блики, опять же уточним контур дома и силуэт бревен. Далее вернемся к плоской синтетической большой кисточке в оранжевый цвет, добавим немножко зеленый и закроем нижнюю часть нашего холста. Отметим траву, добавим больше оранжевого в цвет и продолжим закрывать крупными мазочками низ холста. Далее берем строительную кисточку, камень красный и расставляем тычки опавшей листвы внизу деревьев вокруг домика. И на всю полянку тычками тоже немножко намек на опавшую листву, на пожившую траву добавим. Наберем красно-коричневый и отметим вертикальными мазочками травку на первом плане. Возьмем открытый желтый цвет, еще немножко опавшей травы натыкаем строительной кисточкой. Если нужно, еще немножко тычков в деревья добавим в их листву, чтобы сделать местами ее поплотнее. Но тут главное не перестараться, все-таки листва должна быть воздушной. Наберем побольше коричневого, красный, то есть коричневого добавим больше, чтобы цвет стал темнее. И отметим финальную травку на первом плане, опять вертикальными мазочками строительной кисточкой. И на этом все, наша картина готова. Большое спасибо за внимание. Если вам понравился видеоурок, то обязательно поставьте палец вверх и расскажите о нем друзьям. Также обязательно поделитесь вашим результатом в группе ВКонтакте, которая называется точно так же Дериард рисовать может каждый. А всех жителей Кирова я спешу пригласить на свои живые уроки, которые проходят каждую неделю. Подробности ищите в описании к данному ролику. А с вами была Дериард. Помните, что рисовать может каждый. Пока-пока!